Сословия в XVII веке. Верхи общества. И тех дворян посылают для всяких дел и по воеводствам, и по посольствам, в послах, и для сыскных дел, и на Москве приказах у дел, и к служилым людям, начальные люди, полковники и головы стрелецкие. Каташихин. А русское дворянство. В XVII век еще не знал термина дворянство, под которым позднее подразумевалось все феодальное сословие. В ходу было другое понятие – служилые люди. Служилые люди разделялись на служилых людей по прибору и по отечеству, то есть по происхождению. Последние службу наследовали, за что им полагалось денежное и земельное жалование, поместье. Это и были дворяне. Главной обязанностью служилых людей по отечеству была пожизненная военная служба. Это было обременительное, опасное занятие. Для того, чтобы поддерживать поместные войска на должном уровне, дворянам устраивались смотры. Если дворянин систематически уклонялся от смотров и службы, он мог быть исключен из списков ратных людей и потерять свои владения. При таком образе жизни смерть в бою от раны или болезни были обычным делом. Дворянские родословные древа – это великое множество обрубленных ветвей и несостоявшихся судеб. Но именно тяжестью службы можно объяснить ту настойчивость, с которой ратные люди требовали от властей удовлетворения своих требований. Служба освобождала дворянство от несения государева тягла. Это превращало их в привилегированные сослоя по сравнению с теми, кто платил прямые налоги и исполнял иные повинности. Но сами служилые люди сильно различались между собой не только богатством, но и правами. Низшую ступеньку занимало городовое и уездное дворянство. Их земельное и денежное жалование сильно уступало более высоким категориям дворянства. Не могли они похвастаться и размерами своих поместьй и крестьян в них. В среднем на одного уездного служилого человека приходилось 5-7 крестьянских дворов. Но именно в среднем среди уездных служилых людей было немало дворян – беспоместных и пусто поместных. Уездные дворяне несли в основном полковую службу. В мирное время они с весны до осени охраняли границы. Военные отправлялись в дальние походы. Высшие ступени дворянского сословия занимали дворяне, составлявшие государев двор. Его численность постоянно росла. Если в середине века она составляла более тысячи человек, то в конце уже шесть с половиной тысяч. Подобные изменения – показатель привлекательности государева двора. Возможность именно здесь сделать служебную карьеру. Положение членов государева двора было предпочтительнее положению уездной провинциальной служилой братья. Размер их земельных владений и денежные дачи заметно превышали жалованию уездных дворян. На одного московского дворянина в среднем приходилось около 40 тысяч крестьянских дворов. Кроме того, московские начины занимали самые привлекательные доходные должности в армии и государстве. Боеспособность по местной армии напрямую зависела от социального самочувствия служилых людей. В итоге власти следовало прислушиваться к требованиям дворянства, особенно к самой многочисленной его части – городовому, провинциальному дворянству. Требования дворянства. Что же требовали русские дворяне? Прежде всего, новых поместьй и водчин. Неудивительно, что на протяжении всего 17-го столетия власти были озабочены поиском земли, на которой можно было испомещать служилых людей. Кроме того, дворяне жаждали быть полными хозяевами в своих имениях. Это было достижимо для водчинника и труднее для помещика, который владел поместьем до тех пор, пока служил. Помещик был ограничен в праве продажи земли или передачи ее по наследству. Существование двух форм собственности поместной и водчиной разъединяло правящий слой. Дворянство мечтало об уравнении в правах помещиков и водчинников. Реальную ценность для феодалов имела только та земля, на которой трудились крестьяне. Мало заселенные, тем более пустующие поместья не представляли для них большого интереса. Стоит ли удивляться давнейшей мечте помещиков навсегда? Закрепить за собой земледельцев? Отсюда и требования о вечном и потомственном закреплении всей крестьянской семьи, превращавшей дворянина в ярого сторонника крепостного права. Еще одно фундаментальное требование возникало из-за противоречий внутри дворянского сословия. Провинциальные служилые люди жаждали уравняться в правах с московским дворянством, получить доступ к высшим чинам и прибыльным должностям. Все гровче раздавались требования, чтобы критерием для продвижения по службе были не только не столько знатность рода, сколько личные заслуги служилого человека перед государем. Власть вынуждена была прислушиваться к требованиям уездного дворянства. В продолжение столетия их права расширялись, возрастал социальный статус. Этот процесс позволял преодолевать многие противоречия, вел к сближению, консолидации различных групп служилых людей по отечеству, превращению их в единое дворянское сословие. В условиях самодержавия все служилое сословие было политически бесправно. Не было законов, защищавших имущество и жизнь, поданных от царского произвола. Неслучайно в своих челобитных знатные люди уничижительно называли себя государевыми-холопами. Но государев-холоп в своей деревне сам превращался в настоящего государя. Внутри своих владений феодал судил и наказывал принадлежащих ему крестьян. Исключение делалось лишь в случае совершения крестьянином особо тяжких преступлений. Таким образом, каждое вотчинное поместье в миниатюре повторяли общественные устройства. Служилые люди по прибору. Уже упомянутые выше стрельцы были не единственные, кого прибирали в службу. Помимо стрельцов к этой категории относились пушкари, городовые казаки, казенные плотники, кузнецы, воротники, охраны ворот и даже емщики. Их служба носила специфический характер, требовала обучения однотипного вооружения. Самой многочисленной группой оставались стрельцы – московские и городовые. Московские стрельцы объединялись в полки, которые долгое время назывались приказами. Во главе приказа стоял стрелецкий голова. С конца XVII века – стрелецкий полковник. Стрелецкие приказы полки селились целыми слободами, получая под дворы мелкие земельные участки. Стрелецкие полки участвовали во всех войнах в столетие. Другая важная функция стрельцов – полицейская. Власть не раз прибегала к их услугам, подавляя народные волнения. Московские стрельцы, кроме того, охраняли Кремль и сопровождали царя в богомольных и военных походах. При царе обычно находился единственный конный стрелецкий полк, который назывался Стременым. Приборные люди были свободны от несения государева тегла. Однако было бы ошибочно возносить их вверх социальной пирамиды. Получая небольшое государево-денежное и кормовое жалование, приборные люди не имели поместья и вотчин, то есть не были феодалами. Поскольку государево-жалований не хватало для жизни, им разрешалось продавать изделия собственного рукомесла или наниматься на работы. Такой образ жизни сближал их с посадскими людьми. В итоге стрельцы во время антиправительственных выступлений горожан могли колебаться и даже переходить на сторону восставших. Подобные случаи побуждали власти скептически смотреть на стрельцов как на полицейскую силу. К концу века и военная выучка приборных людей уже не отвечала требованиям времени. В результате, в ходе создания регулярной армии, эта категория служилых людей была упразднена. Духовные сословия. В XVII веке в России насчитывалось около 100-110 тысяч представителей белого духовенства с членами их семейства мужского пола и около 10 тысяч черного, монашествующего духовенства. Духовенство было освобождено от прямых налогов, имело свою церковную организацию, возвышавшую его над тягловыми сословиями. Впрочем, для человека в Средневековье прежде всего значимым было предназначение духовенства, которое было призвано родить о спасении верующих. В середине столетия окончательно сложилась структура Русской Православной Церкви. Во главе ее стал московский патриарх. Ниже стояли митрополиты, архиепископы и епископы, каждый из которых руководил своими епархиями. Все они образовывали епископат. Существенное место в церковной иерархии занимали также настоятельные, более почитаемых и богатых монастырей – архимандриты и игумены. Неоднородное по происхождению духовенство было неоднородным и по своему положению. Высшее духовенство сильно отличалось от низшего и по доходам, и по образу жизни. Многие архиерери вели себя как настоящие вельможи, самоуправно распоряжаясь многочисленными слугами и подчиненным им духовенством. В их распоряжении были немалые средства, складывающиеся из доходов епархий и владычьих сел. Современники не без оснований обвиняли таких пастырей в забвении своих обязанностей и христианских заповедей. Церковь обладала многочисленными судебными и податными привилегиями. Ей принадлежали огромные богатства и обширные земли. В монастырских и владычьих архиерейских селах и деревнях жили тысячи крестьян. Заботой епископата было сохранение накопленного, стремление сохранить свой особый статус внутри государства. Задача оказалась не из легких. И дело не просто в желании дворянства поправить свое положение за счет процветающих монастырских отчин или в мечте светских властей пополнить казну церковным богатством. Само время властно вносило изменения в положении церкви и духовенства в целом, не заводя его до положения безропотных слуг монарха. О дворянском сословии. Мнение историка. Верхушка дворянского сословия вступала в Боярскую думу в XVI веке. Появились дворяне, которые в думе живут. Думное дворянство в XVI-XVII веках стало своего рода субсословием, сословием внутри сословия, внутри дворянства. Ниже его стояли московские дворяне, служившие по московскому списку, особо почетному и влиятельному. Выборные дворяне, верхушка провинциального или городового дворянства. Их привлекали, как и московских дворян, на престижные службы по военному, гражданскому, придворному ведомствам. Сотенными головами в полках, приставами при послах и так далее. Ниже шли городовые дворяне, основная масса провинциального уездного дворянства. Все они входили в число служилых людей по отечеству, вместе с боярами, окольничьими, думными, дьяками, детьми боярскими. Особую категорию составляли дети боярские, входившие в уездное дворянство, как его наименее обеспеченная часть. Именно в их среду и проникали, в первую очередь, служилые люди по прибору – стрельцы, пушкари, городовые, казаки и другие. Тяглые люди из посадских и другие. Но и обедневшие дети боярские дворяне подчас переходили в ряды холопов, черных людей. Теглецов, однодворцев – эти пусто поместные дворяне, не имевшие крепостных крестьян, участвуют в народных восстаниях. Из книги историка Буганова «Российское дворянство».